Всем привет! Меня по-прежнему зовут Маргана Девлин и это все еще мой моднейший видеоблог. Этот выпуск я решила записать, что называется, экстренно, до грядущей субботы 23 января 2021 года, в которую, как всем известно, по стране готовится пройти массовые акции протестов в поддержку заключенного Алексея Навального. Для начала сделаю несколько важных ремарок. Я не являюсь сторонником Навального, хотя не поддерживаю и действующей власти. И да, в выпуске вновь будет нецензурная лексика. Предупреждаю особо страстных комментаторов. Но вернемся к теме. Почему я вообще решила поговорить о сложившейся ситуации? Потому что сама не могу до конца определиться с планами на субботу и призываю всех поразмышлять вместе со мной. То, что возвращение Навального в воскресенье уже вошло в историю как эталонная отметка дна пиздеца, думаю, понятно каждому. Рекорд глубины был взят в небе над Москвой, когда самолет пациента, как любят говорить в Кремле, перенаправили из Внуково в Шереметьево. Вместе с ним были развернуты еще несколько рейсов, а аэропорт Внуково позже и вовсе закрыт. Иными словами, из-за оппозиционера, который, по словам Владимира Путина, никому не нужен и действительно схуяль президенту вообще нужны граждане его страны. Не Америка же, где свежеизбранный Джозеф Байден обещает быть президентом для каждого американца. Нет, это Россия-мать. И так из-за ненужного власти человека эта самая власть крутит в небе самолеты над Москвой, подвергаясь сотне людей как минимум изменению планов из-за переноса и отмены рейсов и как максимум опасности, так как подобные маневры всегда чреваты нештатностью задач. И для меня именно эта ситуация стала триггером. Да, последующий арест Навального, странный суд и еще более странный приговор, безусловно, возмущают, но так или иначе это все было ожидаемо. Того же, что у меня над головой будут вертеть самолеты по непонятным причинам, того, что сотни людей так откровенно, цинично и совсем неизысканно власть будет вертеть на хую, этого я ожидать не могла. Я очень ярко представила себя на месте этих людей и как меня бы все это подставило, хотя бы потому, что периодически летаю в Лондон из того же шарика и туда же прилетаю. С каждой подобной ситуацией возникает ощущение запредельной наглости, которую власть уже просто не считает долгом своим даже маскировать. И, конечно, думая об этом, я думаю о том, чтобы 23 января все-таки прокатиться на Пушкинскую. Думаю я об этом еще и потому, что пород своей исторической деятельности привыкла, что выражение негодования действиями власти это абсолютно нормально. Не буду рассказывать, сколько крови и нервов выпила та шпалата общины с премьер-министром Чемберленом, где каждый мудак-задний скамеечник имеет право высказать свое драгоценное мнение и о нем, и о его политике, затребовать в этом недоверие правительству, завернуть бюджет по перевооружениям, а через два дня плакать и кричать «Вы обязаны спасти нас от войны». Не буду рассказывать и о бесконечных митингах с лозунгами «Чемберлена под суд», «Премьера в тюрьму за измену» и так далее, на которых никто никогда никого не винтил, никого не засовывал в автозаке, не увозил в веселые путешествия до Вестнистрского отделения полиции. Я привыкла к таким реалиям. Мое сознание существует в плоскости, где критика властей, публичное выражение своего несогласия с линией правительства – это все та же норма. Но поскольку я живу не в 1938 году и не в Лондоне, а в Москве в 21-м, я не могу не отдавать себе отчета в реальности, которая окружает меня. Впрочем, и в этой реальности у меня есть очень добрые и светлые воспоминания о митингах и выражении своей позиции. Правда, было это давно, в 2001 году, в самом начале становления президентства Владимира Путина. И сейчас будет мой каминг-каут оппозиционера. Я, учащаясь в 10-м классе московской школы, уже участвовала в массовых акциях оппозиции. Это были митинги в защиту НТВ. Того самого Старова, с Киселевым, здорового человека, с Максимовской, Осокином, Шандеровичем и прочим. Первый митинг был на Пушкинской площади, что называется праздничный. Выступление артистов, песни «Весеннее солнце» и вторую же перед Останкино под дождем. Без концерта с одной единственной песней, чей фоб они спешит и нас хоронить, которую Киса объявлял так. Сегодня прозвучит только эта песня, чтобы после ни одна сволочь не посмела написать, что люди пришли послушать концерт. Если бы тогда нас было не 20 тысяч, а 200 или 500, возможно, вся дальнейшая 20-летняя история России пошла бы по иному пути. У нас было 20 тысяч по самым оптимистичным подсчетам. Коллектив НТВ благополучно выпиздили из эфира, потом было какое-то кочевание на ТВ-6, но так или иначе история свободного НТВ была окончена действующей ныне властью. И уже тогда я давала себе отчет, что это финал. Ельцинская свобода слова, в духе которой я формировалась, мертва. Именно поэтому я очень долго сторонилась современной российской повестки дня в принципе, просто понимая, что здесь ничего не поделаешь. Сторониться ее теперь уже просто не удается. Но перед моими глазами 19-й год, когда летом я, по делам оказавшись на Белорусской, видела колонны автозаков и другой спецтехники. И это зрелище военной, именно военной мощи власти произвело на меня неизгладимое впечатление. Конечно, не каким-то техническим великолепием, а тем, что сейчас вся эта огромная машина поедет дальше на Тверскую и будет задействована против граждан этой же страны. Что русские будут бить русских, выламывать им руки, раскидывать по тюрьмам. Из-за чего? Из-за того, что в Московскую, городскую, даже не общую Федеральную Думу не может баллотироваться несколько кандидатов. А поддерживающие этих кандидатов не могут высказать свое несогласие с таким положением вещей. Перед моими глазами и Беларусь, где с протестующими поступают еще жестче. А политическая ситуация так и не меняется. Перед моими глазами российская власть, которая ломает авиасообщение столицы. Перед моими глазами 70%, которое получил Сергей Собянин на выборах лорд-мэра. Хотя я не знаю ни одного человека, кроме режиссера Константина Богомолова, который бы действительно его поддерживал. Перед моими глазами полный прогрессирующий пиздец, но в понедельник я записана ко врачу. И не знаю, попаду ли к нему, если в субботу выйду на акцию против этого пиздеца. Зато я знаю, что могу попасть в автозак, в отделение полиции, получить штраф или дубинкой по голове. Мне 35 лет и мне есть что терять. Закрыть меня в любой момент могут даже из-за того, что я смею не поддерживать. Тренд лично введен Владимиром Путиным на очернение Мюнхена, которым он так любит заниматься, рассуждая о победе СССР в Великой Отечественной и Второй мировой войне. И я более чем уверена, что люди моего возраста озабочены сейчас именно такими мыслями. И эта поколенческая рефлексия во многих победит, заставит терпеть, оставаться дома и сочувствовать, глядя трансляцию дождя. Хорошо это или плохо, судить я не стану. И сама до сих пор не определилась с выбором. Но я знаю, что тот, кто все-таки 23 числа не останется дома, а искренне выйдет на Пушкинскую, проявит ту самую смелость, которую проявил Алексей Навальный, вернувшись на родину после отравления. И ту смелость, которую проявил Невил Чемберлер, вырвав мир для нашего поколения в сентябре 1938 года. Да, это спорные решения с политической точки зрения, но с точки зрения моральной, обоснованы более чем полностью. Навальный говорит о том, что не нужно бояться. Я хотела бы расширить этот тезис. Не нужно бояться оставаться людьми. И с этим тезисом я обращаюсь ко всем. К людям, которые выйдут на Пушку в субботу, не бойтесь. Не бойтесь оставаться людьми, даже если с вами поступают не по-человечески. К власти и сочувствующим, а также подчиненным. Не бойтесь оставаться людьми и действовать так, как говорит совесть, а не начальник. Не бойтесь проявить свои лучшие человеческие качества, даже если вы от этого отвыкли. Не бойтесь прослыть непопулярными, быть освистанными, названными трусами. Для этого тоже нужна смелость. Не бойтесь гарантировать людям, гражданам своей страны, мир. И в заключении еще один исторический экскурс. Наверное, самой раскрученной протестной акцией была компания Ганди и его сторонников за независимость Индии. И, конечно, происходящее теперь мне так или иначе напоминает тот период. Пик этой борьбы пришелся на 30-й год, когда инстинктивная хитрость охотника на лиц вице-короля Индии лорда Ирвина позволила довести волну неповиновения и знаменитый соляной бунт не таких же, кстати, мирных индийцев до действительных преступлений, убийства британцев, захвата соляных складов и так далее. Это давало карт-бланш вице-королю с чистой совестью арестовать и самого Ганди, и его сторонников, а многих примкнувших к ним просто-напросто повесить. А репрессии Ирвина вошли в историю колониальной Индии и были одними из самых впечатляющих. И хотя у меня нет уверенности в том, что сегодня подобное возможно, но нет уверенности в том, что такой сценарий невозможен категорически. Уверена я лишь в том, что до высоты Ренессанса Ирвина нынешним пигмеям далеко как бы луны пешком и обратно, и это счастье. Счастье не только нашей страны, но и всего человечества. Но то, что происходящее в России 21 века напоминает происходящее в Индии 2-й четверти века 20-го, безусловно, говорит о том, что сложившееся положение вещей нихуя не нормально. Единственное, на что остается надеяться и за что молиться, так это то, что и ошибок, совершенные Ганди, и реакции, проявленные Ирвином, все-таки удастся избежать. А чтобы это стало возможно, каждый из нас по любую сторону баррикад не должен бояться, бояться оставаться человеком. И поскольку ждать, пока все рассосется, не очень получается, то пьем чай и думаем, как поступить в эту субботу.